Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, сегодня я решила сделать такой отдельный видеозапрос, можно сказать, от нашей подписчицы Golden Girl. Извиняюсь, если вдруг Ник произнесла неправильно. Какая должна быть жена, мама троих детей, ваши принципы, правила, чему научились, что хотели бы поменять? Ну, наверное, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, поэтому я выскажу только свое мнение. Кто-то согласится, кто-то с ним не согласится, просто у каждого в этом вопросе своя позиция. И начнем, какая должна быть жена. В моем понимании и на нашем опыте совместной жизни, жена должна быть, во-первых, любить, уважать своего мужа. Если нет в семье любви и уважения, то это уже нельзя назвать семьей. Это уже люди, которые живут просто вместе, там, ради кого-то, ради детей, ради, там, какого-то, ну, много факторов, которые держат людей вместе, без любви. Хотя я считаю, это вообще неправильно. Поэтому на первом плане должно быть уважение и любовь. Также взаимопонимание, слышать друг друга, прислушиваться к мнению друг к другу. И, наверное, каждая женщина должна сделать так, чтобы муж хотел идти домой, а не друзьям, там, или куда-то налево. Поэтому создать дома уют, такую обстановку, чтобы мужу, в первую очередь, хотелось идти домой. И быть, проводить время своей семьей, а не с кем-то другим. Что касается детей, какая должна быть мама троих детей? Ну, начнем с того, что неважно, мама троих детей или мама одного ребенка, в первую очередь, мама должна быть своему ребенку другом. Потому что чем ребенок становится старше, тем ребенку больше требуется общение именно в том плане, чтобы ребенок мог поделиться с мамой каким-то секретом. Далеко не у всех такие отношения со своими детьми, я говорю даже и на своем опыте у нас, например, я не могу сказать, что я со своей мамой была настолько близка, как при этом, ну, есть такие знакомые, которые очень-очень близко, вообще, как бы доверяли маме абсолютно все. В каких-то вопросах, наверное, я стеснялась, в каких-то там вопросах я, наверное, стеснялась своей мамой разговаривать, о чем, конечно, сейчас я очень жалею. Но что было, то было, и поэтому стараюсь не допустить этой ошибки на своих детях. Стараюсь прививать Владику то, что он должен делиться с мамой абсолютно всем. Это я говорю не к тому, что там ребенок должен вырастить маменькин сынком ни в коем случае, а просто все мы знаем, что такое переходный возраст. И чтобы не упустить этот момент, надо, чтобы ребенок четко понимал, кто такая мама для него, кто такая вообще для него семья, что для него означает эта семья. И чтобы ребенок доверял маме, папе в любом вопросе, чтобы советовался, как ему правильно поступить, и мог полностью положиться на родителей. Не стеснялся, не боялся подойти, там, о чем-то рассказать, а именно, чтобы это были такие дружеские отношения, чтобы ребенок ему именно доверял. Плюс ко всему, конечно, мама. Какая должна быть мама? Ну, естественно, заботливая. Мама должна любить своих детей. Как, в принципе, наверное, это чувство есть у каждой матери, любовь к своему ребенку. У кого-то она проявляется ярче, у кого-то она... Ну, есть и есть ребенок. Например, я знаю нескольких таких людей, которые, ну, есть дети, у них нет такого прямо чувства, что... Ну, любви, не то, что любви, как бы она, любовь есть, но она как-то своя по... Любовь. Порой даже не скажешь, что это мама этих детей, просто есть такие тоже у меня примеры знакомых. Естественно, он должен заботиться о своих детях, давать ему знания, стараться, чтобы ребенок получал не то, что самое лучшее, просто, наверное, когда ребенок получает все самое лучшее, это и называется баловство. Вот там, ну, многие тут тоже в комментариях пишут, что вот, детям надо давать самое лучшее, там, заботиться, там, покупать то, покупать это, прислушиваться к желаниям детей. Конечно, прислушиваться к желаниям детей это очень важно тоже, но не значит, что их надо баловать. Потому что, выполняя каждую просьбу своего ребенка, вы начинаете его баловать. Что касаемо, вот на данный момент у нас сейчас касается такой план, в этом плане Вероника. Вероника сейчас растет ребеночку, 2 годика исполнилось. Естественно, она смотрит на своих старших братиков, у нее уже формируется свой характер. И где-то, конечно, может быть, я даю ей поблажку, но это не означает о том, что я ее не воспитываю, то, что я ей не объясняю в силу ее возраста, на ее, скажем так, языке, в ее понятии, что она может сейчас понять, как себя надо вести. Мы также ее и наказываем, также ее ругаем, также ей объясняем, но все для ее возраста. Поэтому, особенно когда в семье несколько детей, надо учитывать, естественно, возраст каждого ребенка и найти к нему правильный подход. Не всегда это легко сделать, потому что один смотрит на другого, третий смотрит на первого, и так получается. Я просто понимаю сейчас в данный момент, что у Ильюши у нас как-то вот этот возраст перерос такой критический, который у него было все «не хочу, не буду, дай, отдай, мое», и так далее, и так далее. Сейчас вот этот возраст начинается у Вероники. И никуда от этого не деться, как бы там, кто не писал тоже в комментариях, что вот нельзя это позволять, дозволять. Да у каждого это было, и всегда это будет. Значит, просто когда ребенок, особенно воспитывается один в семье, ему просто не с кем вот это вот, устраивать эту дележку. Это только там может произойти на детских площадках, а дома это есть, когда более двух детей, это естественная ситуация, когда ребенок показывает свой характер, проявляет себя как-то. Поэтому от этого никуда не деться. И главное тоже ребенка воспитывать, обсуждать с ним, что можно, что нельзя. Ну, естественно, мама должна быть заботливая, любящая. Не знаю, как вот ноги. Я для своего ребенка порываю, я не знаю. Просто я настолько люблю своих заячек, лапочек, что это мои детки, что за своих детей я готова оторвать просто голову. И это, наверное, нормальная реакция каждой мамочки, у кого есть детки. Поэтому, как многие пишут, вы проявляете агрессию. А вы бы не проявляли агрессию, если бы вы начали там писать что-то про ваших детей. Вот, в целом, когда-то проснулось. Плохое, да, конечно, мы там понимаем, естественно, что мы сами выставляем своих детей на YouTube. И что люди имеют право высказывать свою точку зрения. В этом нет ничего плохого. И всегда я говорила, что мы прислушиваемся к советам наших подписчиков. Сейчас, заячка, хорошо, подождите секундочку, ладно? Ну, это в начале, что вы дал... Мама, какой? Кого открыть? А, сейчас, хорошо, сейчас, минуточку. Что должны как-то оскорблять или унижать детей. Просто, я говорю, своих детей я пору у каждого. И всегда, наверное, ищу справедливость по отношению к своим детям. Потому что, если я знаю, что мой ребенок не прав, никогда не буду за него заступаться. Потому что, просто, я ребенок должен сам понять, в какой ситуации он прав или не прав. Если же, я понимаю, что к моему ребенку веду себя несправедливо, естественно, я всегда выступлю в защиту своего ребенка. Не важно, кто это девочка, мальчик, большой или маленький. Так, немножко прервемся. Так, ну, наверное, опять же, слово «мама» уже само по себе подразумевает то, что мама должна заботиться о своем ребенке. Естественно, не важно, один это или трое детей. Следить за его опрятностью, как ребенка отец обут. Следить за его питанием. Стараться как можно... Не то же вкуснее, а полезнее кормить своих детей. Хотя это не всегда получается. Это очень тяжело, когда я большая семья, находиться целый день около плиты. Потому что готовить приходится реально очень много, несмотря на то, что это дети. Там, даже когда мы дома одни с детьми, я нахожусь... Все равно надо готовить деткам. Стараешься что-то приготовить повкуснее. У нас в этом вопросе стоит вообще очень тяжелый вопрос. Потому что Илюша с Вероникой напрочь отказываются есть какие-то овощи такие, которые касаются цветной капусты, брокколи и так далее, и так далее. И поэтому стараюсь это как-то более меня оформить, чтобы дети смогли это съесть. Чтобы как можно больше было витаминов. Владик у нас есть уже как взрослый человек. Потому что все-таки ребенок занимается спортом, тратит много энергии. И поэтому там сварить чуть-чуть не получается. Поэтому это тоже очень тяжелый вопрос. И как тоже многие пишут, вы там кормите детей тем, тем, тем. А вы так сами попробуйте, когда у вас большая семья, наготовить на всех. Иногда, знаете, наверное, каждая женщина бывает такие дни, когда просто ничего не хочется. У меня, как и у всех, такие дни бывают. Просто, наверное, это реальная усталость такая, когда просто я ничего не хочу. Не хочу готовить, я не хочу там убираться. Каждая мама, имеющая ребенка, особенно маленького ребенка, который находится в декрете, меня сейчас поймет, каждое утро начинается как по шаблону, как это день сурка. Ты подымаешься, ты уже определенно знаешь, что тебе надо умыть ребенка, покормить ребенка, с ним поиграться, позаниматься. Далеко не все моменты входят, мы снимаем, точнее, чем мы занимаемся в течение дня, просто потому что это нереально. И я не хочу, например, устраивать какую-то показуху на камеру. Просто дело в том, что есть такие моменты, когда хочется провести время с ребенком реально наедине или с детьми же. Бывают такие моменты, когда мы садимся с Вероникой, начинаем там читать, и в этот момент, кажется, только мы с ней вдвоем, а она садится ко мне на коленочке. Это настолько милейший момент именно для меня, что мне не хочется с этим ни с кем делиться. Так же, как и с Ладиком, мы с ним очень часто разговариваем. Естественно, эти моменты никогда я не вынесу на YouTube, потому что это наша личная жизнь, которая идет за кадром. Так же, как и с Ильюшкой, ну, как и со всеми детьми. Вот. Поэтому бывают такие моменты, когда просто ничего не хочется. Просто от этого, естественно, устаешь, когда целый день у тебя, грубо говоря, изо дня в день почти одно и то же. Конечно, естественно, как ты там стараешься разнообразить свою жизнь. Я считаю, что все равно надо немножечко отдыхать от этого всего, потому что это очень тяжело, когда ежедневно, изо дня в день у тебя, как говорится, день с сурка. Живешь как по шаблону. Надо, есть уйма развлечений с теми же, даже с детьми. Я говорю, не понимаю, когда мамочка начинает жаловаться, а вот я не хочу там идти в парк, мне там тяжело, мне там далеко. Просто есть такие знакомые, да, есть и на YouTube такие блогеры, которые сидят с детьми безвылазно дома. Не понимаю таких людей вообще, потому что сидя постоянно дома, занимаюсь только стиркой, готовкой, уборкой, глажкой и так далее, и так далее. Это просто можно чокнуться. Я не говорю, что там я там такой-то идеал, там хожу с детьми везде и всюду. Например, тоже касаемо того же пляжа. Я прекрасно понимаю, что мы прилично, у меня одной будет очень тяжело с тремя детьми пойти на этот пляж. Во-первых, это и вещи, надо, чтобы кто-то смотрел за вещами. Надо, чтобы за детьми кто-то смотрел в воде. И поэтому тут немножечко такой момент, да, для меня тяжелый, сказать ничего не хочу. Конечно, будет возможность, может, мы в ближайшее время съездим, отдохнем на пляж, покупаемся, загораем. Но это уже только, когда будем вместе с Сережей. То, что одна на это я вряд ли решусь. Но я считаю, что можно проводить время весело и с детьми ходить, там в гости встречаться, гулять на детской площадке. Вроде бы и ты развеиваешься, у тебя есть возможность пообщаться с другими мамочками, и твои дети находятся в коллективе, и играются там вместе. Слюс это развитие, это общение для детей, что немаловажно. Особенно для детей, да, для любого ребенка, неважно, маленький это возраст, или же такого, там, как у меня, Владик. Поэтому для детей, конечно, общение очень важно. Так, ну, наверное, чему бы... Ваши, в принципе, правила, чему научились? Ну, принципы, как сказать принципы? Во-первых, ну, я не знаю, как правильно выразиться, потому что есть какие-то личные такие моменты, которые можно было бы вложить в этот ответ, да, который я не хочу озвучивать. Можно сказать, что научилась? Научилась, наверное, больше сдержанности, скажу честно, потому что я ни для кого не секрет, я уже ни разу об этом говорила, что я очень вспыльчивый человек в натуре. Я могу, как говорится, накричать, наорать с полоборота, и когда, если им что-то не нравится, но очень быстро отхожу. И, наверное, благодаря своим деткам я научилась более сдержанности, потому что я понимаю, что крича на ребенка, я ничего не добьюсь. Когда начинаешь ругаться, кричат на ребенка, получаешь больше агрессии. Конечно, я понимаю, что я не... Я не говорю, что я такая идеальная, что я всегда там молчу, там всегда стараюсь с детьми разговаривать. Бывают такие моменты, что просто срываешься, когда уже просто нет сил, там накричишь на него. Но результата все равно от этого нет. Поэтому, наверное, имея детей, я научилась более быть сдержанной и больше разговаривать с детьми. Когда даже при неправильном поведении детей стараешься это все объяснить не криком, а привести примеры, почему так нельзя и какие могут быть от этого последствия, нежели добиваться чем-то криком. И даже, знаете, маленькие дети, они еще этого не совсем допонимают. А, например, что касаемо Владика, уже такой возраст 9 лет, когда ребенок уже все отчетливо понимает, и иногда там что-то сольется на него. И я понимаю, что я там на него накричала, что никакого результата от этого не дало. Я также сажусь с ним, спокойно разговариваю, объясняю, почему, как и что. И от этого я вижу реальный результат. Поэтому, наверное, первое, чем я научилась, это сдержанность. Но, конечно же, это, ну не знаю, если говорить о каком-то бытовом моменте, то... Ну, ищи там паука, ищи, смотри, там паука. Ну, какие-то, не знаю, может быть, в чем-то плане больше разнообразия готовки. Что касаемо уборки, например, если я всегда очень была чистоплотная, я с самого детства приучена, чтобы в доме был порядок, поэтому для меня это никогда не было... Сейчас найдешь, ищи, смотри, там. Таким какие-то, чтобы там чему-то училась или не училась, потому что я как бы с детства к этому привыкла, что в доме должна быть чистота и порядок. И сама должна быть опрятная, там детки должны быть чистые, аккуратные. Конечно, как и все дети, они бывают грязные, это понятное дело с улицы, на улице, но гигиена и тогда чистота в доме для меня это немаловажный факт. Что хотите поменять? Ну, я не знаю, что бы я хотела поменять. Сказать это очень тяжело, потому что, в принципе, я довольна своей жизнью, я довольна на то, что у меня есть, я счастлива, потому что у меня есть любящий муж, что у меня есть, и человек, который любит меня, которого люблю я, что у меня есть трое замечательных детей. Конечно, есть моменты, которые, может быть, хотелось бы поменять, но это, наверное, моменты все-таки в прошлом. потому что, как сказать, жалею, что в свое время ушла с юридического, не знаю, рассказывала, это я на ютубе не рассказывала. Когда я была беременна Владиком, я на тот момент училась в юридическом заочно в факультете, и так получилось, что были определенные рода проблемы, была тяжелая беременность, хотя, как сказать, тяжелая, часто ложили в больницу, но это было связано с работой, с моей. Были определенные трудности в семейной жизни, потом рождение ребенка, и так далее, и так далее. И я, короче, бросила на тот момент институт, о чем я сейчас очень жалею. Конечно, потом хотелось восстановиться, но опять как-то все пошло, 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 и в итоге привело к тому, что так я его и не закончила. Поэтому, наверное, такие моменты я хотела бы поменять, но это были моменты из прошлого. А что касается сейчас нашей жизни, например, меня все устраивает, конечно, хочется как-то самореализоваться, но на данном... Вот сейчас я понимаю, что пока у меня... Ой, не место, а время на камере. Пока вот Вероника дома, естественно, выйти на работу и как-то самореализоваться в плане того, что я просто, конечно, немножко устала от этого всего, от быта, скажем, домашнего быта. Я не могу, пока сижу дома с ребенком, и, конечно, с одной стороны, мне доставит это большое удовольствие, потому что я могу проводить больше времени со своими детьми. Понимаю, что когда выводу на работу, у меня уже не будет такой возможности. А сейчас я могу проводить больше времени и с Владиком, и с Вильюшей, и, соответственно, с Вероникой. Но в то же время это касается, конечно, и материального блага, что работают двое в семье. Ну и плюс, конечно же, какое-то самореализование себя, как человека, как личности. Ну, надеюсь, у меня это все впереди. Когда детки пойдут в садик, точнее, Вероника пойдет в садик, у меня получится устроиться на нормальную работу и как-то себя реализовать не только как маму, как жену, как хозяйку дома, но также, как и работника. Уронила? Так, надеюсь, на этот вопрос я ответила более развернутой. Конечно, может быть, не все сказано, потому что очень много мыслей в голове и все так сформировать сразу не получается. Что-то еще Вероника сидит, отвлекает у нас рядом. Если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием на них отвечу. А сейчас будем прощаться. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока-пока. Оставляйте обязательно свои комментарии, свои мнения. Так что, если есть какие-то дополнительные вопросы, пишите, с удовольствием буду на них отвечать. Пока.